Народ, всем привет! С вами снова мы. И мы не в Эмиратах, мы в Киеве. Сейчас будем показывать вам снова интереснейшие вещи. Смотрите, какой красивый памятник Богдану Хмельницкому. Богдану Хмельницкому. Он просто весь, весь в красивой зелени. И сзади нас находится Софийская церковь. И мы на Собор. Он нас отправляет, простите, в Софийский собор. Мы находимся на Софиевской площади. Отель Хаяк сзади. Ты его не показываешь. Сейчас мы вам все расскажем. Вот, шикарненький отель такой, прикольный. Наверное, шикарный. А ты знаешь, что там? Ты же там не была? Ох, не знаю. Мне кажется, там просто здорово. А идем мы от Михайловского собора. Почему-то все время хочется называть церковью. И мы там уже видео сняли. Смотрите, наше предыдущее видео. А вот смотрите, какой зеленый памятник Богдану Хмельницкому сделали. Мне нравится, как они его зарастили зеленью. Да, раньше он был просто такой уже, знаете, такого зеленого каменного цвета. А сейчас просто красивый. Ну и сама площадь, посмотрите, какая красивая, просто европейская, шикарная площадь. Мы сейчас идем с вами. Солнце светит прямо нам в глаз сейчас. Мы пойдем и посмотрим Софийский собор. Как сюда добраться? От Майдана на залазности? От Крещатика просто проверить остановочку, да? А мы сейчас будем показывать все. Рассказывать. Очень сухо уже. В горле очень жарко. Хотя погода сегодня хорошая. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали смотреть. Вот, подошли мы уже ко входу. Немножко солнышко спряталось за собором. Красота какая. Сейчас будем заходить, показывать, рассказывать, почем здесь цены, почем вход. Надеюсь, мы успеваем уже 4 часа. Потому что не так много по Киеву погуляли. Ох, красота какая. Ну и сама площадь снова. Кето просто... Шикарно, шикарно. Все, сейчас заходим, платим. Что это за могилка такая? Ну, здрасте. Это же митрополит. Ага. Сейчас тебе скажу. Он за украинскую церковь. Ага, Владимир. Сатеши, Патриарх, Киевская, все Арусио. Понятно. Все, заходим сейчас. Будем покупать билеты. Вот, кассы. Ага. Семьи вечера. Сейчас. Что? А, снова цены. Сейчас сколько? Ага. С вид видывания объектив. Что это значит? Не знаю, наверное, с вид видывания объектив. Смотрите, цены 25 гривен фон. Вот этот доллар где-то делаю. Вот что-то в третью, смотрите, в позицию. Ага, да, здесь более понятно. 60 подъем на колокольник, 125 еще решение Софийского собора. Софийского собора 125. Вот, наверное, нам нужно за 125. А отдельно еще 60 за это, за поднять. Ну вот, купили мы билеты. Мы купили за 125 человек. И нам женщина милая посоветовала, что надо, так как, если все хотите прийти, надо посмотреть пораньше. Ну, идем пока будем проходить. Она звенится, мы потом поднимемся. Здравствуйте. Здравствуйте. И звенится еще получше. Да, спасибо. И билетики. Да, да, Наташа, нам же шибелетики во все входы. Ну вот. Боже, я тут давно была. Я тут тоже очень давно не была. Так, надо запомнить, где вот они будут. Так. Куда же это нам идти-то, а? Ну вот, помню экскурсию. Женщина сказала приходить, конечно, пораньше. Мы сейчас пришли. Уже 10 минут пятого, да. И храм закрывается, по-моему, она сказала, в пол пятого. Как это шло, в пятого? Ой, 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 в пять, по-моему. В 16.30 будет экскурсия. Смотрите, присоединиться, вроде бы, это, ну, как бы, входит. Да, ты здесь что-то показываешь? А на звените, она сказала, работает до восьми вечера. Вход 60 гривен отдельно. И вы, конечно, можете сразу купить, а можете и... Мы не купили пока что билеты. Уже посмотрим по факту. Да, заходим, начинаем гулять. Очень зелено, чистенько. Я забыла уже все. Я была тут в школе, слушай. Да, это на школе водили и рассказывали, показывали. Давай ближе подойдем, потому что солнце здесь так. Слава Богу светит. Да, Слава Богу светит, но немножко мешает снимать. Вот, наверное, тоже, да, такие кирпичные. Это, наверное, да. Это, наверное, вот основание. Ой, как хорошо. А ты заметила, сколько арабских? Да, очень много было арабских экскурсий. Все, идем с вами исследовать Софийский собор. Ну, в общем, 25 и где-то... Ой, 25 и... 10 долларов на двоих вход обошелся, да, примерно? Ну, чуть-чуть меньше. Да, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше на двоих. Потому что там в ценнике, конечно, в большом тяжело разобраться. Женщина сказала, посмотрите сюда. Да, там такой ценник, вы же сами просто выключили видео, потому что мы ничего не поняли. Все объяснила, все нормально, без всяких... Но только наличными, опять же. Вот лучше. Да, оплата только наличными, друзья мои. Хотя, вроде, там где-то была картка, написано. Вход, а это выход. Так, где же здесь вход? Как это? С центрального. Вот, идем. Муслим, муслим. А я сначала не выросла, что это муслим. Муслим, мусульмане. Вот, как-то женщина говорит, муслим, муслим. Что это такое? А это же мусульмане. Ну, вот, как поливают. Да, красиво здесь за травкой следят, за растениями. Четенько. Дикови ясени, посмотри. Вон написана табличка, написано «Столетние ясени». Ясень. Вот это ясень? Я спросила, ясеня. Обалдеть. Когда это все закончится? Что конкретно, ясень? Нет, не ясень, а когда все ситуации в мире закончатся, и все будет хорошо. Я очень надеюсь, что скоро так. Мы все надеемся, что скоро все закончится, и мы начнем все нормально путешествовать. Сейчас показываем. Митрополита и что-то. Опять себя так. Прямо заброс. Ага. Куда-то у нас есть, куда-то у нас нет. Я не поняла сейчас. Ну, давай вот сюда попробуем сначала зайти. Это связано с собором, да, пошли. Потому что время-то уже близится. Хотя она сказала, в 16.30 будет экскурсия. Ну, я думаю, что, в принципе... Ну, экскурсия-то ходить и утомлять наших подписчиков не всегда нужными фактами. Ну, я же не про себя сейчас в данный момент времени говорю. Сейчас посмотрим. Да, давайте. Можно ли, нельзя и как это? Ну, можно, я думаю. Сейчас попробуем сюда зайти. Странно, что никого нет на этом. Ну, да. Можно просто пролезть под этим. А я думаю, что они вот таки пускают в 16.30, понимаешь? Вот она не зря мне сказала в 16.30. Экскурсия в 16.30. Здравствуйте. А пройти сейчас можно? Если без экскурсии, можно, да? Сейчас, да, вот это. Добрый. Их вдягаем, у все. Поняли. Все, масочки надели, можем заходить. Спасибо. О, дело-то, дело-то. Нам все на билете, оказывается, все написано. Так фотографировать нельзя с вспышкой. Мы не будем. Ух ты, красота какая. Это, наверное, как сейчас собор. Как он есть. Хотя мне вот сюда вот просто взгляд бросился, в общем. Это же и есть древние стены. Ух ты. Мне кажется, как Николай. Чудо творит. Ну вот, можете дату основания сами посмотреть. Медная, посолоченная дверь. Так, спускаюсь аккуратно, чтобы не подлететь. Вот работы идут. Ремонтные, восстановительные. Глаз разбегает. Да, это же чукуля. Это порог. Настоящий, как он был. Мрамор. Да, мраморный порог. Как он был здесь. Ну, давайте сначала центр вам покажу. Красота неописуемая. Ты знаешь, что такое аранта? Вот это аранта. Аранта – это молящаяся. Да, это насущаяся. И она, по-моему, воспроизведена из антисты. На святых ран. Вот что такое. Ну, как вы слышали, Наташа сказала, это называется аранта. Да. Вот и матери аранта молящаяся. Угу. Давай, пройдем. Это какая-то сказка. Народ напоминает немножечко-немножечко. Я не сравниваю церковь Святой Софии в Стамбуле. Просто по орнаменту. Мы там были, это уже очень красиво. Так, тут порожек такой. Надо аккуратно переступать. Знаете, мне кажется, я здесь никогда не была. Вот это я киевлянка, да? Настоящая. Коренная. Саркофаб из Софийского собора. Возможно, Владимира Мономаха, похороненного в 1125 году. Мрамор. Мрамор. Ага. Красота. Тоже не буду сравнивать, но Турция, Греция. Очень похожие есть достопримечательности. Боже мой, что это такое красивое. Саркофаг. Шифер. Найденная после раскопа десятинной церкви. Ух ты. Давайте я сверху стану. На уснюю. Шум такой большой. Вот какой он, смотрите. Просто огромный. Честно, я как будто чувствую себя в каком-то фильме. Вроде как Индиана Джонс и заброшенный ковчег. Настолько круто. Даже не представляла себе. Нельзя заходить, но мы с ним не так. А это саркофаг Шифер. В 84-м. А, найденный в апреле 84-го. Как раз здесь. На подвери Софийского собора. Смотрится вообще. Круть. Круть. Какие вообще уголочки, ходы здесь. Красиво очень. Вот тоже что-то, но не написано, что это. Видите, на втором этаже, да? Свечи. Красивые свечи на втором этаже. Фу. Вообще просто сказка. Так, ну посмотрим, что здесь. То мы прогулялись с вами в правое крыло. Сейчас давайте в левое. Пойдем посмотрим. Ага, вот. Иконостас. Сказала Наташа Аранта. Красивый иконостас. Еще что-то здесь такое было, но не от хода, но и далеко-то. Штучка под стеклом, не увидим мы ее. Заходы, переходы. Прям замок какой-то древний. Класс. Еще очень порадовали, что разрешают снимать. Ну вот, по крайней мере, фотографировать со вспышкой нельзя, чтобы не портить, не портить стены, не портить эти иконы. А снимать можно повезло. Боже, какая красота. Вот это да. Хух. Это что такое? А, это исследование саркофага Ярослава Мудрого. Очень красиво, очень. То есть, сто процентов уже, да, уверен, саркофаг Ярослава Мудрого. Мрамор. Ух ты, ух ты, ух ты. Очень, очень красиво. Давайте, теперь вот пройдем еще. Узнаем, что у нас впереди. Наверное, просто стоит походить, погулять, отвлечься от жары и посмотреть такую красоту. Это уже прям выход какой-то, что ли? Ага. Значит, прям сюда. Ага, в каждом зале дежурят женщины. Показывают, что это. Так, это у нас что? Мы сами посмотрим макет Киева в 10-е, 13-е столетие. Вот так вот, какой был Киев. Лес, лес, церкви. По-моему, мы эту карту видели с вами похожую, когда мы снимали видео про золотые ворота. Посмотрите обязательно. вообще все наши киевские видео, да и эмиратские. Хуй здесь как светло. В том, в тех залах темно, а здесь светло. Ага, надглобие митрополита Евгения. и гробие митрополита Платона. Очень красивые фрески. Яркие такие. Что у нас за такой чудесный кусочек бетончика? Ага, это основа арк-гутана. Ага. Развантаженная пиваркой. Так, смотрите в комментах, что-то я такое сказала и не поняла. Ага, это материал строительный, фрагменты. Очень интересно. И мурование, это когда замуровывали. Замуровывание выходит. Камень такой видно. Древний, древний. Ух ты. Здесь, наверное, сувениры продаются. Так. Ой, это голограмма, наверное. Ух ты. Голограмма. лицо князя Ярослава Мудрова. Ух ты. Какой ты был, князь. Интересно. Мне прям вообще QR-код есть, то есть, может, что сфотографировать и получится. Симпатичный мужчина, похож на киноактера. Вот так он Ярослава Мудрова. Это я понимаю, действительно древняя Софийская церковь, Софийский собор. Усыпальница. Ага, 17-18 столетия. Ага, князей были похоронены здесь. Ярослав Мудрый, Всеволод Ярославович, Ярославович Ростислав Всеволодович, Владимир Маламах, Вячеслав Владимирович. А вот это реально, наверное, так я даже не знаю, реконструировали. По-моему, все как было. Какая красота, просто вообще фантастика. Это что-то. Даже не знаю, зачем я вообще что-то говорю. Вы сами все видите. Это просто я не могу передать сейчас. Мурашки по делу. Керамическое, что написано, керамическое педлога. Ага. Одиннадцатое столетие. вот тут тоже все что было, все как есть, все где что смотреть. А, здесь выход уже и смотрите, Ярослав смотрю. Вот такая вот красота. Снова выходим в основной зал. Наверное, посижу, просто немножко хочется здесь посидеть. просто вообще народ в шоке, классно, настолько, что я в шоке, что я киевлянка, я здесь первый раз. Мне очень стыдно. Таша, девочка, женщина-экскурсовод рассказала. Я попросила вид, честно не поняла второго слова сверху. Давайте посмотрим, что здесь есть. 7 чеснот христианина и вообще хорошего человека. 7 чеснот надежда, любовь, чистота, смирение. Внизу просто не видно. Первое идет вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благость и слава. Ага, а вера не видно, да. Вера она внизу говорит. Так вот. А ты показала мозаику? Интересно. Да, я много всего показала. А ты сказала, что это мозаика? Покажи, какую мозаику. Возможно, я не показала. Покажи. Нет, эту мозаику и не показала. Этой мозаики вдохновлялся на золотые ворота. Помнишь, на золотых ворота? Угу. Похоже? Да, похоже. А это в 19 столетии? На 11 столетии. Слушай, здесь просто какой-то сказочный храм. Я немножечко сравнила его с Софией в Стамбуле. Тоже такая вот аура. Вот ты, тетя, извините, заброшу. Этот храм строился на собор наподобие именно византийского. Видите, чего ты даешь? Не промахнулась. Так, вот мы выходим на второй этаж сейчас. Спросили у женщины, которая сидит и дежурит. Ух ты. И будем сейчас подниматься на второй этаж. Оказывается, там мерцающие огоньки. Это не свечи, это люстры такие. Ну, электричные. Ага, она сделала просто. Ступеньки очень широкие. А скажи нас это, пригласили на экскурсию на 16.30. Сейчас будет экскурсия. Да, экскурсия в 16.30. Хоть билет, но просто, наверное, для этого нужно время большое. Мы очень поглубы, очень приятно. Да, очень приятно нас приглашали. Ух, как все закручивать. Дверцы какие-то. Все чудесатие и чудесатие. Это чугун 19-го лета на полу. Ага, Наташа спросила. Вот. Вот здесь мы что-то идем по 19-го. Какие маленькие эти, слушай. А ну встань, иди. У тебя метр 55. преклоняться. А ну встань теперь. Ах, тут дудели и свод для облегчения конструкции. Зам даже. Ух ты. Ух ты. Вот это да. Вот это да. Это я не знаю, как это делал. старая. Старая. Часть остается старая. Ага. И на них остановлютка. Как бы показать, как бы выбран прибавал? Ого. Это же такое лобо. То есть вот это старая, а дальше они восстановили как лобо. Ага. Красиво. Вот точно старая. лобо. Кстати, похоже на действительно вот даже который сейчас запрещен. Она повезет на цепь. Да. Ох, ох, ох. Это фантастика. Коностас сделан из липа. Из липа? Да. как же красиво. Да, вообще меня удивляет, что мы раньше это не смотрели. Я здесь никогда не была. Киевляне, народ, киевляне, представляете, коренные. Ужас какой. Ну, чего, время пришло. Да, пришло, это вам показать. Ага, вот как оно выглядит. Я что-то думала, что-то красивое. Словица очень красивая. Это у нас что? Киот. Это какой-то тоже не знаю. дуб. Да, дуб. Сосны помогли. Да, вы слышали, Наташа действительно говорит, что нам повезло попасть на второй этаж Ая Софии. Сейчас она реконструируется и очень похожий просто стиль очень похожий. Нет, я ничего. не могу сказать, что захочет. Да, мы в очень большом восхищении просто. Хорошо, кстати, людей немного. тогда нужно быстрее все снять. Ой, аккуратно ступеньки, пеньки, пеньки. Так, ага, мы туда пришли, да. Поняла. Ну да, у меня с этим плохо с ориентированием. Да? спечатчем. Мишель. Субтитры сделал DimaTorzok 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 что вообще весь этот портрет сделан из пысанок, из таких разукрашенных яиц. Посмотрите, Наташа обратила внимание. Я этого даже не заметила. На каждом узор свой индивидуальный. 20 тысяч пысанок, и это размер 7 на 7 метров. Какая красота! Ну я уже и так приблизила, узора не видно, но видите, как я все смотрю через камеру, а Наташа часто потом замечает и возвращает меня. Снежинки вижу, на темных, конечно, видно. Реально они, на каждом. Это просто какая-то неимоверная красота. Да, и сделала это, ну, делали 70 людей, по-моему, да, а вдохновитель очень Оксана Масси. Да, Оксана Масси уже, я уже сняла про нее, да, вот, что 70 людей делали, не сказала. Народ, ну это просто очень круто, молодцы, что постарались делать. И вот так вот оно появляется. Это просто какая-то сказка. Ну, ставьте лайки, друзья мои. Фотографировала Наташу и поняла, что я не во все залы-то заходила. Сейчас вам покажу. Здесь 19 век. Дева Мария. Ох, какое большое полотно. Просто класс. 30 роков в 30 лет в ЮНЕСКО. Ух ты. Икона Николая Чудотворца. Это, друзья мои, 18 век. Тоже красота вот такая. Часть иконостаса Софийского собора, 18 век. И вот так много красивых картин. Бог Саваус и Дух Святой. Ох. А это просто что-то огромное, нечто. Какая красота. Так, Иван Чайковский. Поклонение царю. Земному и небесному. Наверное, может, неправильно прочла. Вот такие вот картины еще красивые есть. 18-й, 19-й век. Ну, не просто так все. Ну, в общем, друзья мои, если есть действительно любители, вам нужно обязательно посидеть это место. Вот. Божья Матерь с младенцем. 18-й век. Ну, здесь посмотрим, где 18-й век. Ага, это Укривец. В Лаговищине. Ага. Много всего. А мы уже собирались выходить. А вот играет мелодия гимна Украины. Если слышите, это мой мобильный телефон. Это Наташа меня уже ищет. Потерялись мы немножко. Но уже выхожу. Все, и будем идти дальше. О, больше. Пока.